Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, Таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на интересную тему, почему вы не можете забеременеть. На самом деле, эта тема такая острая. Многие женщины сталкиваются с тем, что не могут забеременеть. Это могут быть какие-то причины со здоровьем. То есть нужно обращаться к врачу, естественно, не только к эзотерикам, практикам, тарологам, гадалкам. И здесь мы с вами будем обсуждать какие-то такие причины и разберемся вообще, куда вас поведет судьба в плане беременности. Будет, не будет, может быть, даже как-то карты увидят эту перспективу. И я отрабатываю схему расклада Олеси Веселовой. Я вам рассказывала сегодня про городские легенды Кипер. Это ее колода. И вот я решила, что мы сегодня сделаем такой расклад, почему вы не можете забеременеть. По примеру из брошюры к этой колоде. Мне показалось, это очень интересно на самом деле. Потому что тут свой подход. И вот мы с вами этот подход сейчас будем отрабатывать. У нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас, как вы помните. В этот раз мы не камушки будем выбирать, а дамочек. Раз вы девочки, да, у нас и разного возраста, и стиль, может быть, и внешность, и что угодно. Вам нужно найти дамочку из этих, которая больше всего похожа или напоминает вас. Или, может быть, какой бы вы хотели стать. С какой картой из этих вы себя ассоциируете? Вот у нас первая, вторая, третья позиции. Напоминаю, что выбираете позицию именно вы. Выбираете ее интуитивно. И, соответственно, если у вас что-то пошло не так, вам показалось, что что-то для вас совершенно там не резонирует, значит, просто нужно посмотреть, может быть, другую позицию. Такое бывает. Ну и, естественно, медицину официальную никто не отменял. Запоминаем, что здесь не врач с вами разговаривает, да, не врач. С вами разговаривает таролог. И, соответственно, вы должны это прям себе давать отчет в этом, да, запоминать. Хорошо. Я надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Наших красивеньких девушек всех убираю. И одну красивенькую девушку оставляю. Смотрите, какая женщина. Ах, какая женщина, какая женщина. Спел бы сейчас любой мужчина, смотрящий это видео. Мне бы такую. Итак, давайте, значит, перемешаем наши карты. Я уже знаю, как раскладывать правильно. Вот именно, ну, согласно этой схеме. И вот так же мы с вами посмотрим, да. Здесь такой интересный подход. За спиной у девушки встает карта, которая обозначает неблагоприятное значение. Ну, то есть, какую бы мы ни взяли, мы будем смотреть ее неблагоприятное значение. Это карта перемены. Почему вы не можете забеременеть, да? Почему вы не можете забеременеть? А вторая карта выкладывается уже в благоприятном значении, да? В благоприятном. Главная героиня. Вот смотрите, вы встаете себе лицом к лицу. Я не стала убирать наших героев, да, потому что это важно, когда вы смотрите себе прямо в глаза. Это очень важно для меня лично. Ну, вот у каждого же торолога свой подход. Хорошо, давайте теперь мы посмотрим то, что у главной героини в голове. О чем она думает? Ее мысли по этому вопросу. Отчаяние. Ее мысли по поводу беременности – это настоящее отчаяние. То есть, это ваши, конечно, ваши мысли. Отчаяние. И то, что в подсознании – это в ногах, на что вы можете опереться в этом вопросе беременности. Долгий путь. Что я могу здесь сказать, дорогие мои девушки по первой позиции? Вот у вас стоит в неблагоприятном значении карта перемены. А это значит, что на вашу репродуктивную функцию повлияли перемены в жизни. Переезд, например, потому что это вообще карта переезда. Смена работы, профессии, смена, может быть, обстановки. Сам по себе брак, если бы повлиял на вас, допустим, как-то кардинально, то есть вы переехали к мужу, начали жить совершенно другим образом. То есть это тоже могло повлиять на ваше здоровье, на вашу репродуктивную функцию. И самое главное – на ваше подсознание. То есть карта перемены встала в негативном смысле. А это значит, что именно перемены когда-то повлияли на вас так, что вы не можете забеременеть. То есть это, понимаете, вам нужно вспомнить, что было до этого. Что вы такое могли поменять, что вас вывело настолько из зоны комфорта в жизни, что вы в итоге в отчаянии не можете забеременеть. Что вас вывело из того состояния, какое вы были раньше. Вот что вам нужно здесь понять. Соответственно, раз какие-то перемены губительно сказались на вас, вам нужно откатить назад. Вот прямо в психологическом сначала смысле сесть, вообразить, как будто бы ваша жизнь отматывается, как плёнка. Старый фильм в обратную сторону. И докатить до того момента, где, как вы считаете, у вас вполне были нормальные репродуктивные функции организма. Нормальные. Нужно докатить до того места, где вы могли забеременеть. Причём в любой момент могли. Вы могли проверять, не проверять. Но, по крайней мере, почувствовать именно в этой медитации, почувствовать, что вы докатили до этого места. И осмотреть себя. Кто вы в этом прошлом? Кто вы? Какая вы? Какой образ жизни вы ведёте? Что вы делаете? Что вы кушаете? Подвижны ли вы или пассивны? Где вы живёте? Может быть, в какой-то определённой обстановке, в климате. Всё это обязательно проанализируйте. Потому что в голове у вас настоящее отчаяние. Что вы думаете по этому поводу? Да вы потеряли всякую надежду забеременеть. Просто потеряли её уже и всё. Вам как будто бы... Ну, уже, может быть, много раз сказали, что ничего не будет. У вас всё там, ну, всё прошло уже, да, всё, что можно. Нельзя, все сроки там или ещё что-то, все попытки. Вот бывает такое, что человеку вот так говорят. Вполне себе такое бывает. И, соответственно, у вас вот так и получилось, да, что вас кто-то довёл до отчаяния. Вы хватаетесь за голову, вы, ну, довольно сильно нервничаете, я бы сказала. Нервничаете. Также, вот смотрите, то, что у вас в голове, да, по сути, это ваши сознательные мысли относительно вопроса беременности. То есть вы прямо осознаёте, ничего не выйдет, ничего не выйдет. А может быть, не надо настраивать себя на такой пессимизм? Ведь, понимаете, вот мы о чём думаем в жизни, то оно и случается. Да, вы скажете, да я много лет надеялась, там, да, или месяцев, а теперь хватаюсь за голову и уже не могу мыслить позитивно. Но, может быть, вам и за саму ситуацию цепляться не стоит. Вот вы знаете, лучше об этой ситуации не думать и вовсе, чем думать негативно. Потому что вы снабжаете негативной энергией эту ситуацию. И всё больше и больше этот пласт негативной энергии растёт. Поэтому нужно отпустить свои вот эти вот отчаянные, совершенно пессимистичные мысли об этом. перестать об этом рыдать, страдать, говорить себе, что ничего никогда не получится. Тем более, что себя корить, если уже не получится, как вы считаете. Что вы тогда себя корите? Вот будущее. Смотрите, у нас стоит, значит, в благоприятной позиции карта женщины, главной героини. Вы сами. Вы смотрите себе прямо в лицо, прямо в глаза. Вам предстоит узнать себя. Я вижу эту карту так, что вам предстоит узнать себя, раскрыть себя как женщину, раскрыть свои какие-то качества, которые раньше вы даже в себе либо видели и забыли, либо не видели и вовсе. Вы знаете, вам нужно поработать, мне кажется, не только с врачом, который занимается этой репродуктивностью. Как он, репродуктолог, по-моему, и есть. Или гинеколог. Не только с таким врачом, кто занимается вашей беременностью, а еще и с врачом-психологом, который разберет по полочкам, что вам в подсознании психосоматически мешает забеременеть. Вот эта карта, главная героиня, она вполне ведь неплохая карта в будущем. Чистая женская энергия, значит, все-таки шанс какой-то у вас есть, правильно? Шанс-то ведь есть. А раз шанс есть, то доведенное до отчаяния наша героиня сейчас вот в условиях этих неблагоприятных перемен совершенно неправильно себя ведет. За шанс ведь нужно взяться, цепляться, стараться что-то делать, предпринимать. И вот смотрите, на что вы можете опереться-то в подсознании? На долгий путь. Вы знаете, что чтобы забеременеть, вам нужно пройти какой-то очень долгий путь. Этот долгий путь показывает, что либо нужно поехать на какое-то дальнее расстояние, то есть вы знаете, вы опираетесь подсознательно на это, что если вы поедете далеко, у вас может получиться забеременеть куда-то далеко, в другую страну, к хорошему специалисту, в другой город, и вам нужно проделать долгий путь. То есть до беременности, до вашей, как вы точно подсознательно уверены, очень приличное количество времени. И вы, скорее всего, даже уже имеете эту информацию. И подсознательно вы уже зацепились за эту информацию, что если прикладывать усилия, и очень длительное время пройти такие-то испытания, может быть, или как это назвать, мероприятия сделать, такие ряд мероприятий, и пройдёт время, и получится. И вот вы узнаете себя, посмотрите себе прямо в глаза, и получится. Ещё главная героиня в будущем может означать, что у вас родится дочь, очень похожая на вас. Я в этом уверена, что это вполне ещё может быть. Но да, это долгий путь. Вы в этом плане подсознательно уже знаете, вы абсолютно правы. И может, действительно вам говорили что-то нехорошее. Откатите назад, откатите назад ваши перемены. Посмотрите на себя, как вы были до перемен. Попробуйте этот момент восстановить. Поработайте с психологом. Ну вот такой ответ по первой позиции. А мы с вами идём к позиции номер два. Я карты в колоду обратно убрала. Ой, извиняюсь, у нас тут вот эта вот красавица. В таком платьишке, в красненьком. Если вы себя ассоциируете с этой дамой, значит, вам нужно смотреть вторую позицию. Итак, почему вам не удаётся забеременеть? Почему не удаётся забеременеть? Почему не получается? Что не так? Давайте посмотрим, что там не так такое, что случилось. Может быть, карты вам ответят, раз врачи ещё или там не разобрались, или разобрались, но вы хотите ещё и в психологии разобраться, в подсознании. Итак, первая карта вытаскивается. Это карта в негативном её значении. Она ставится сзади нашей с вами девушки. Карта перемены. Вы знаете, самое интересное, что она выпадает второй раз сегодня именно в этой позиции. Значит, вторая позиция имеет тоже такую же карту в неблагоприятном значении. Дальше мы смотрим благоприятную карту, которая ставится перед вами. Справедливый судья. Следующая карта — это ваши мысли о данной ситуации беременности. Изоляция. И следующая карта — ваше подсознание. На что вы можете опереться? Мысли. Мысли у вас идут. Мысли карта по диагонали смотрятся о чём? О справедливом суде. Итак, значит, первая карта у нас была в неблагоприятном значении. Это карта перемены. Она показывает, что в прошлом у вас произошла какая-то перемена или перемены в жизни, которые неблагоприятно повлияли на вашу репродуктивную функцию. Я уже говорила в первой позиции, но скажу ещё раз, что вам нужно взять и откатить назад мысленно в медитации, откатить назад своё прошлое. Представьте, что это старое, не цветное кино. Откатывайте, отматывайте назад плёнку и доходите до того момента, где вы могли, как вы считаете, мы могли не проверять, но вы считаете, в тот момент вы могли забеременеть, могли. У вас были на это способности. Откатывайте до того момента и вспоминайте, какая вы была тогда. Какой вы были? Может быть, более худой или более обаятельный, стреляющий глазками, смешливый, весёлый, работали на другой работе, жили в другом городе, в другой стране, одевались иначе. Может быть, вы были в других партнёрских отношениях, что угодно. И вот то, что вы можете из этого прошлого восстановить, можно постепенно попробовать восстанавливать. Допустим, характер, привычки, макияж, фигуру, какие-то ещё вещи, прическу, может, ещё какие-то там, стиль, украшения, общительность. Даже, может быть, фильмы, которые вы тогда смотрели, пересмотреть. Дружить с теми людьми, которые тогда были в вашем окружении. Попробовать пообщаться. Вот что-то сделать из этого прошлого, такое, что тогда было, напоминает о том месте, о том моменте, когда вы обладали хорошей репродуктивной функцией. И вот, вы знаете, нужно проанализировать, ну какая же перемена привела к тому, что вы сейчас испытываете трудности с оплодотворением. И если вы найдёте эту перемену, может быть, ну если вдруг она устранима, то хотя бы психосоматику устранить. Дальше, значит, мы видим здесь в будущем справедливого судью. А это значит, карта идёт в положительном значении, вы найдёте себе очень хорошего специалиста, врача, который решит вашу проблему, или по крайней мере всеми силами постарается сделать так, чтобы проблема решилась. То есть, однако, будущее у вас довольно-таки хорошее в этом плане. И действительно, человек, специалист, наведёт вас на правильные мысли и сможет вам помочь. То есть, вы имеете шансы в будущем забеременеть, имеете эти шансы с хорошим врачом. Правильно? И вы опираетесь на эти мысли. Вот даже, смотрите, у вас в голове изоляция, мол, всё-то перекрыто у меня, репродуктивной функции нет. Может быть, есть какие-то такие конкретные препятствия по здоровью, да, там, допустим, что-то там с трубами, с яичниками, там, какие-нибудь всякие, ну, что перекрывает, там, миомы, что ещё? Я, видите, не очень, как в медицинских вопросах, я не специалист, я оторолог. У меня другое образование, не медицинское. И поэтому, да, вы знаете, что вы вот в каком-то смысле очень ограничены, изолированы. Что-то у вас в организме изолировано от того, чтобы оплодотворение произошло. Вы чувствуете себя как в тюрьме в этом плане, да, вы думаете всё время об этом. То есть вам кажется, что вопрос так просто не решится и быстро не решится. Правильно? Вот. Однако в подсознании у вас есть опора мыслей о враче. Вот карта мысли, она под углом, как мужчина смотрит, так и смотрится следующая карта. О чём он думает, человек, да? Вот о чём вы думаете в этом подсознании, о чём, на что вы опираетесь? На мужчину или на женщину хорошего специалиста, на справедливого судью, на того, кто честно исполняет свои обязанности, кто может сделать так, чтобы решить вопросы по здоровью, и вы смогли забеременеть. И шансы на это есть. Значит, вы должны найти этого замечательного врача, специалиста, человека, который действительно занимается профессионально этими вопросами. Он существует. и судя по карте, которая стоит в позиции будущего, то есть не только благоприятное значение, но и будущее, конечно же, вы этот вопрос решите. Просто нужно действовать. Шансы на беременность есть. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Я убираю карты обратно в колоду и возьму нашу даму, благородную женщину, вот такую благородную. И посмотрим, почему вы не можете забеременеть, благородная женщина. Почему вы, третья позиция, не можете забеременеть. Итак, мы смотрим сначала карту. В первой позиции это неблагоприятное значение карты. Приятное известие в неблагоприятном значении. Теперь благоприятное значение исполнение надежд. Ваши мысли по загадной вот этой ситуации по беременности. Обманчивость. И ваше подсознание, ваша опора, ожидания. Смотрите, дорогая благородная дама, в прошлом приятное известие встала в негативном значении. Именно в негативном было какое-то письмо. То есть вас известили о том, что скорее всего у вас какие-то проблемы, допустим, по здоровью. Какой-то анализ не в том количестве. Бумага пришла, правильно? Вот эта карта приятная, вроде бы известие, но это не просто известие приятное. Не обязательно оно имеет только приятное значение, мы же его выбрали именно в неблагоприятном значении. Вот эта карта означает сообщение, почту, электронное письмо, смс, звонки, переписки, документы. То есть любые известия. Значит, вы получили свой приговор. Анализ, заключение врача, какие-то бумаги, или даже просто вам об этом сказали, сказали словами, сообщили, что вы имеете проблему. Естественно, вас это очень сильно расстроило, но почему-то вы думаете, что вас обманули. Вот вы получили это известие, оно на вас невероятно повлияло, но и с другой стороны, у вас есть полнейшее недоверие, как будто вас обманули, как будто что-то здесь не так. Вы в голове держите обманчивость. Более того, в будущем у вас падает карта исполнения надежд. А это значит, что шансы на то, чтобы забеременеть, все-таки присутствуют. Все-таки, если человек мечтает, он может достичь этой мечты, он может дойти все-таки в жизни до того, чтобы эта мечта сбылась, пусть даже собственными руками он ее сделал, а большинство наших желаний мы исполняем своими руками, вы можете до этого дойти. Но также исполнение надежд, это карта, показывающая дорогу, корабль. То есть я ее все равно, кто-то скажет, что это пассивная карта, включая, возможно, автора, навяжу этот корабль. Чего-то вы можете либо дождаться, либо куда-то действительно съездить. Может быть, само море, океан лечит вас от бесплодия или, допустим, от проблем по здоровью, связанных с наступлением беременности, то есть препятствующих наступлению беременности, неправильно сказала. Во-первых, вода может исцелять, во-вторых, путешествия, в-третьих, дождаться чего-то, в-четвертых, исполняем мечту своими руками, либо нам высшие силы исполняют нашу мечту. То есть карта может означать такие вещи. Я считаю, она какая-то чудесная, вот заметьте, она какая-то волшебная. То есть у вас в жизни ещё может произойти волшебство, дорогая благородная женщина. Вполне может. А вот смотрите, что у вас в подсознании, это ожидание. Вы считаете, это неприятное известие, это письмо, это бумага или сообщение, это полное враньё, это ложь. И значит, я жду. Вы подсознательно постоянно ждёте наступления беременности, постоянно. Вы в этом процессе находитесь, вы опираетесь на это ожидание. Вы знаете, что ради наступления беременности можно и подождать. А ведь вы, судя по этой карте, умеете действительно проявлять терпение. вы очень желаете. А ещё вы знаете, вы прям знаете, что до наступления беременности пройдёт примерно три месяца. Подсознательно вы это чувствуете. Эта карта одна из немногих в колоде, которая обозначает срок, определённый срок. И она означает срок три месяца. Так вот, в вашем подсознании сидит опора, что через три месяца вы вполне можете себе забеременеть, что у вас может это получиться. Возможно, через три месяца вы собрались делать эко или ещё какие-то манипуляции. Расскажите потом. И ведь действительно у вас в будущем падает исполнение надежды. Карта исполнения надежды очень светлая. И у вас есть все шансы, ещё пока есть эти шансы, на то, чтобы в материальном смысле забеременеть, в физическом смысле прям забеременеть. дойти до этого, достичь этого. Поэтому третья позиция мне показалась довольно благоприятной. Ну, вот такие у нас были сегодня три позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. А ещё у меня большая просьба. Напишите, пожалуйста, мнение о данной колоде. Можете в обзоре, который, это видео перед этим видео, это обзор данной колоды, напишите там своё мнение, посмотрите обзор, если хотите помочь каналу. И также можете здесь писать мнение об этой колоде. Понравилась вам колода, не понравилась? То есть вот это тоже мне бы хотелось знать. Всем пока и до новых встреч.